Продолжение следует... Куда? К чёрному морю. Хуртик! Зачем? Ты должен заменить меня в качестве гида. Но я же не смогу. Ты сможешь. Но у меня нет отпуска. Есть. Как так? Я договорился с твоим начальством. Но у меня нет загранпаспорта. Есть. Вот он. Я тебе его сделал. Не хочу. Ты должен. Идём, идём, идём. Вот паспорт. Вот список группы. А вот эта карта. Карта. Да. Карта с маршрутом круизного судна. Из Одессы. Здесь. В Батуми. Здесь. Потом обратно через Сочи. Здесь. И дальше. В Одессу. Сюда. Нет. Сюда. Понятно? Всё понятно. Тебе надо поторопиться. Через час ты уже вылетаешь. Но нужно ещё собрать чемодан. Всё уже собраны, Герхуртик. Доверься мне. Всё будет хорошо. Идиот. Сам идиот. Смотри, когда улицу пересекаешь. Сначала научись машину водить. Да я научился водить, когда ты ещё в пелёнках лежал. Дедуля. Придурок. Придурок, да? Смотрите, как бы вам ни аукнулось. Я запомню ваш номер. Вы без него. Вас послало само небо. О, да. Вы бы и не заметили, если бы я резко не затормозил. Да, вы самый лучший тормоз. Кто? Ой, я хотел сказать, что у вас самые лучшие тормоза в мире. В аэропорт, пожалуйста. Сейчас. Моя подружка Сибила. По мотивам одноимённого рассказа Руди Штраля. Сценарий. Руди Штраль. И Вольган Клюдер. Оператор. Роль в зоре. Монтаж. Альфред Роздик. Композитор. Вольфрам Хайкинг. Костюмы. Барбара Мюллер. Звукооператор. Вернер Крэмбель. Роли исполняли. Ганс Михаэль Шмидт. Роми Зомер. Эвелина Апачинская. Сибилла Ремус. Ева Мария Хаген. Хелена Кочмирчик. Кельба Гёринг. Фрау доктор Мюки. Ганс Яхин Прайм. Главный гид. Вернер Лирк. Второй гид. Эрика Стиско. Эльфрида Зивенцаль. Хан Регер. Избет Фюльви. Вольган Клюдерер. Герман. Режиссёр. Артур Роу. Профессор Ремус. И роль в Герихт. Главный роли гида Хуртига. Режиссёр. Вольган Клюдерер. Редактор субтитров А.Семкин. Режиссёр Ремус. Внимание. Пассажиров, вылетающих рейсом Берлин-Одесса, просит пройти на посадку. А нашего гида всё ещё нет. Да вот же я. Уже иду. Хуртик. Хуртик. В последний момент. Гид называется. Хуртик. Это фамилия милой дамы. Прошу. Внимательно следи за чемоданами. А то раз и не тих. А вы что потеряли, товарищ гид? Список пассажиров. Но ещё не легче. Это мои экономки. Должно быть ошиблась. Милой. А ты ничего не забыл. Мышка. Мы же вместе укладывали. Стоп. Вот он. Я же знала, что он там. Ну-ка, помогите же ему. Доверьтесь мне, и всё будет хорошо. Есть ещё красивые девушки. О, да. Но не для доктора Майера. Давай, нам пора на посадку. Разрешите? Все идите за мной, и всё будет хорошо. Уважаемый коллега-хирург. Наверное, у вас нет проблем. Увидели аппендицит. И отрезали. У нас в психиатрии всё гораздо сложнее. В каждом случае надо думать. Взять, например, нашего гида. Говорят, он владеет семью языками. Какой мужчина? Семь языков. Вы впервые летите за границу? Нет. А я да. А вы? Я тоже. Кофе или чай? Хотите кофе или чаю? Да. Меня зовут Ронни. Ронни Зомер. А меня Сибила. Очень приятно. А вон там, мои родители. Мой папа профессор. Послушайте. У меня такое чувство, что мы уже виделись. Разумеется, я могу ошибаться. Людям свойственно. Во всяком случае, вы можете понять, какие сложности испытывает психиатрия. Товарищ Гид. Товарищ Гид. Да. Где мы сейчас? Понятия не имею. Он понятия не имеет. Что за Гид? Чувствую, мы еще проведем с ним немало приятных дней. Что вы сказали, коллега, главный гид? Я сказал, что мы уже в открытом море, а вы еще туристов не расселили по каютам. Но это совсем не просто из-за пары Хоффманов. У меня в списке они указаны Герр Хоффман и Фроллинг Цабель. Ага. А они вчера взяли и поженились. И они могут это доказать. В их паспортах еще ничего не записано. А свидетельство о браке они забыли. И теперь им, конечно, нужна отдельная каюта на двоих. Можно просто исправить список. Я могу вычеркнуть двух незамужних. И сделать одну замужнюю каюту. Но ведь список официальный документ. Ладно, просто так дам каюту на двоих. Но мы на самом деле женаты. У нас это свадебное путешествие. По ним даже видно. Могу подтвердить. Но если вы не можете этот факт подтвердить документом, тогда вы не замужем, не женаты, и должны быть разведены. Доверьтесь мне, и все будет хорошо. Вы должны идти к радисту и просить связаться с вашим ЗАГСом. Но это займет пару дней. А пока... Я Хуртик. Хуртик. Хуртик, Хуртик. Прошу взять багаж и следовать за мной. Пошли. Это должен нести я. Можно я? Да, пожалуйста. Ребенок. Я не ребенок. Потом поселю вас отдельно. Почему? Это связано с размещением. Я объясню. Доверьтесь мне, все будет хорошо. Каюта номер 207. Муж и жена Матэ. Зина. И режиссер. ЛПГ. ЛПГ. Лауреат премии Генриха Грайфа. 208. Доктор Маккин. Доктор Мюки. Фрау, доктор Мюки. Фролянь, любенцаль. Зибенцаль, господин Гид. Да-да. Зибенцаль. Он даже читать не умеет. Но я хотела вместе с фролян Фюльве. Да. Мы так и сказали. Пошли, Эльфрида. Что? Неужели? Ах да, Лизбет. Тогда фрау, доктор Мюки. В отдельной каюте. Да, как и было заказано. Ну пожалуйста, прошу. Идем дальше. Может останетесь в этой каюте. Она очень милая. Да. И вся каюта только для вас. Неплохо, правда? А в моей каюте четверо мужчин. Ну как? Сначала вещи распакуем или сыграем в карты. Вещи никуда не убегут. Ну я же совсем не умею. Где же этот рунни? И действительно, очень и очень милая каюта. Подождите. Я помогу вам. Извините. Я заблудилась. Такой большой корабль. Какая у вас каюта? Не знаю. Может поможете мне найти. Ну хорошо. Извините. До скорого, Елена. Но здесь не записано, что вы Хоффман. И Фролленд Сибилла Ремус. У вас же нет еще никакой каюты. А я не говорила это. Я только сказала, что корабль большой. Вы живете вон там. Заходи, ребенок мой. Я не ребенок. Уважаемый гид. И где мы сейчас? Точно сказать не могу. Ну разумеется. Разумеется. Но вы должны это знать. Как гид. Узнавайте это на капитанском мостике. Утром, обед и вечером. Слушаюсь, коллега. Главный гид. Вообще гид. Вообще гид. Вообще гид. Ерунда. Я только хотел сказать, что вы меня вообще удивляете. Нет, нет. И вообще, мне вас разрекламировали как отличного организатора. Что вы уже ходили по воде, и по воздуху, и по земле. Что вы отличный гид и владеете семью языками. Тут вы ошибаетесь, коллега. Главный гид. Я просто замещаю его. Вы делаете что? Я просто замещаю моего соседа Хубарта. Делаю как лучше. Если здесь или там, выйдет какая-то ошибочка. Тут или там ошибочка. За три дня рейса только и делаете что ошибочки. Вы саботируете коллективную утреннюю зарядку. Потому что туристы хотят выспиться. Вы не организовали ни соревнований по плаванию, ни командного тенниса, ни турнира по шахматам. А что? Я должен что ли? Если бы вы почитали памятку для гида, то знали бы. Скажите-ка, а вы вообще не забыли о нашем большом спортивном празднике? Разумеется, забыли. А кто вообще выступит от вашей группы? Тогда выступайте сами. Сможете спеть, Йодь? Смогу. Еще как. Эти две дамы ищут партнера, чтобы петь три. 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 Мне нужно организовать ваш досуг. Настольный теннис, шахматы и плавание. Хотите участвовать? Простите, все ясно. Петро петь три. Надо научиться петь. Да, когда надо обработать. Пение – это все. Должна сказать, она прямо на охоте. Может, нам тоже бикини купить. Никак не выброшу шесть. Какая ерунда. Не можете выбросить шестерку. Итак, берем шестерочку и выбрасываем шестерочку. Пожалуйста. А теперь смотрите внимательно. Так, так и вот так. Так, так и вот так. И только шестерочки. Зина, послушай, как тебе это нравится. Ее лице отражается. Все счастье человечества. С ума сойти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще водку, пожалуйста. Жаль. Никак не удается поболтать наедине. Да. Не будьте таким эгоистом. Не забывайте и о коллективе. Еще водку, пожалуйста. За здоровье. За здоровье. Что там увидел? Интересный типаж. Может нужно открыть ее для кино? Как думаешь? Не впечатляет. Ну вот. Здесь тоже занято. Есть спасательная шлюпка. Да. Пошли. Еще водку, пожалуйста. Благодарю. Герр, доктор. А вы? Кажется, я уложу вопрос. Да. Два шампанского, пожалуйста. Правда ли, что шампанское окрыляет? Иногда. Дайте мне еще водки. За здоровье. Бутылку можете прямо тут оставить. Слушайте. Надо сообщить родителям или гиду. Нет, это все неправильно. Мы же поем триад. Итак, еще разик вместе. Два, три. Не могу. Я лучше шестерочки побросаю. Ваш начальник обещал нам, что вы будете петь с намер. Но если главный гид сказал... Да, это все правильно, что главный гид сказал, милые дамы. Начнем еще раз. Три, четыре. Господин гид, вы можете объяснить, как пройти в корабельный бар? Нет, не могу сказать. Вы ищите бар. Ищите бар. Я помогу найти. Попойте вместо меня, пожалуйста. Два, три и... Два, три и... Два, три и... Тебе достаточно, малышка. Я не малышка. Но это же вода. Можно радоваться и без алкоголя. Тогда желаю вам и дальше напевать. Дамский вальс. Три коньяка. Разрешите? Бар находится не здесь. Я и сама вижу. Я понимаю, только три слова по-немецки. Этого достаточно. Тихо, ребенок. Как хочешь. Вот где бар. А где франк, доктор Мюки? Угадайте, где. Осталось на Капитанском мостике. Нет. В сауне. В холодильнике. Итак, это Батуми. Нет. Это Радиболь на Эльбе. Радиболь? Да. По ширине и долготе, которую вы нам указали. Это должен быть этот город. Не надо так шутить, это не похоже на Радиболь. Радиболь. Там должна быть сцена. Надо попробовать. Как ты думаешь? Впечатляет. Ну, ребенок. Хорошо выспалась. Да, но я не ребенок. Да знаю, знаю. Я же тебе сказала. Там красиво. Там горы. О, да. Ну, и где же наши Хоффманы? Да. И я их тоже не видела. Ага. Мышонок. Смотри-ка, уже совсем развело. Ну, тогда останемся здесь на весь день. Да. Внимание! Осторожно у лестницы! Спускайтесь, парни, и становитесь в группу около корабля. Ну, Лизбет, смотри, как красиво. Прямо как у нас дома. Да, это лампа. Да. Говорите по-русски. Джонгый товарищ, нет понимания. Дядя, а вы из Германии? Германии? Ребята, а он из Германии? Это тоже из Германии. Тоже из Германии. Добрый день. А вот и я. Если я вам мешаю, то сейчас уплыву. Да, оставайся. Ты рад, что я здесь остаюсь? Да, да. Но не требую я от меня флирта с тобой. Сегодня для этого слишком жарко. И кроме того, ты слишком молода. Мне 17, я знаю. Тогда почему ты обращаешься со мной, как будто мне 14? Потому что Хелена тебе нравится больше. Но это же совсем другое. Сибила, мне не 17 лет. Ну и? Там есть такие вещи. Ну и? Не делаю вид, что не понимаешь, о чем идет речь. Для этого и едут такие рейсы, понятно? А потом ты будешь стоять и рыдать. Да, ну. Не смеши. Я знаю, о чем говорю. Ты не тот типаж, чтобы просто так. И кроме того, у меня нет ни малейшего желания вытирать тебе слезы. В конце путешествия и петь песни, что я тебе буду писать. Может, я это и сделаю. На Рождество. А когда меня случайно занесет в ваш город? Я зайду к тебе в гости. Потом твоя мама испечет пирог с изюмом. А твой папа покажет мне свои почтовые марки. Чурбанты. Он собирает коллекции гвоздей. Хорошо. Покажет гвозди. А потом вместе пойдем гулять. Несколько поцелуев. А потом снова большой перерыв. Пока меня каким-то ветром не занесет в ваш город. Эй, Сибила. Ты уже плачешь? Не плачу. Малышка. Оставь меня ты, Чурбан. Надо же. Я думал, что она влюблена в меня. Ну, что случилось? Ничего. Ах, вот она что. Куртик, тебе нужно что-то придумать. Куртик, тебе нужно что-то придумать. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю мы единственные пассажиры на палубе Все остальные гуляют По крайней мере никого не слышу У вас в каюте есть вентилятор? Да, но ему капут И вы только сейчас об этом говорите Я тут сейчас его починю Идите за мной, Хелена А я по-другому представил себе вашу каюту Но личность, проживающая здесь личности, меняет все Ах да Так Сейчас все исправлю Это уже произошло Замыкание Может выключили снаружи Снаружи мы никого не найдем Лучше переждать Давайте присядем Но это же просто дар судьбы Хелена Да Давайте любить друг друга Только не на моей кровати, мистер Зомер В твоей Да Ваша дама спит там Но у нее же была двухместная каюта Наш гид отдал ее Хоффманам Ну что, попался? Помолчи Бегаешь тут за мной На протяжении всего круиза Я? Да нужен ты мне Да ты, я смотрю, даже ревнуешь Ревную? Да кто ты такой? Ты Воображала бренкающей на гитаре А знаешь, кто ты? Дурочка сельская Милая, что это было? Это гроза Не бойся, мошонок Что ты тут делаешь? Вообще-то жду Хортига Я тоже А зачем? Тебя не касается А меня не интересует Вообще Внимание у пассажиров Через 30 минут Теплоход Иван Франко Отправляется из порта Батуни В порт Чуть из-за вас не опоздали Меня бы это очень опечалило Ваши ироничные замечания Можете оставить при себе Потому что вы были бы виноваты в этом Муфран, доктор Хортиг, где часы вы знаете? Какие часы? Хронометр Да, знаю Если знаете Почему сказали пассажирам, что надо перевести часы на часть назад Так указано в памятке для гидов Да, но это когда пойдем на запад Ну ладно Но мы шли не на запад Здесь время московское А значит А значит А, дошло Часы ставить по хронометру И запомни Все расписания всех кораблей составляются по московскому времени А значит А значит А значит я могу радоваться, что все свое время навернулись на корабль Именно Да Определенно И чтобы так было всегда Так точно, главный гид О, ирония И Сибила Что за идея мне пришла? О, ирония Сибила Сибила Остановитесь Рония Сибила Я иду к вам Все будет хорошо Что же теперь делать? Подождем немного Чего ждать? Нам нужно что-то предпринять Почему нам? Я имел в виду как нам дальше ехать Без корабля и всего Я знаю Мы просто заявим о себе в милицию А что ты все время мы до нам? Но нам же нужно вернуться на корабль Ты Должен вернуться на корабль И я Должна вернуться на корабль Иди в свою милицию А я поеду в другой порт Меня каждый возьмет с собой Я даже могу выбрать марку машины Дурочка Как ты не понимаешь? Следующий порт Сухуми До него сотни километров Это моя проблема Могу я узнать почему ты ходишь за мной? Извини Хотел глянуть на указатели Пожалуйста Спасибо Извини Ты уверена что корабль заходит в Сухуми? Да Спасибо Пожалуйста Что же делать? Пойду в милицию Со всеми паспортами Еще примут меня за какого-нибудь агента Кроме того мне надо найти этих Ронни и Сибилу Здравствуйте Гражданин Вы паспорт потеряли Нет Вы потеряли паспорт там Я нашел Спасибо Этого еще не хватало Пожалуйста Два килограмма яблера Спасибо Пожалуйста Это да? Арбуз? Пожалуйста Сколько стоит? Три копейки Одну пожалуйста Цветы 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 Пожалуйста Спасибо Пожалуйста Нет Мне купишь арбуз? Нет Пожалуйста Нет Пожалуйста Нам вот Пожалуйста Дайте нам Извини Прошу одолжить мне один рубль А то у меня деньги остались на корабле Вот, спасибо Мне надо в Сухуми Очень милый коллега, но мне нужно далеко Поехали Здравствуйте Ну, поехали Пожалуйста Прошу, пожалуйста Он понимает немецкий Никаких машин и ничего А на корабле сейчас дают макароны Да-да, я бы тоже не отказался Нам тоже надо чего-то поесть У тебя же есть деньги, 27 рублей Прекрасно На, ко, раб, ле Спасибо Хорошо Хорошо Смотрите, это все чай Чай Чай, да, чай Теперь мне нужно сойти Попытаться остановить попутную машину, которая привезет меня в Сухуми Сухуми? А, это хороший город Немен? Красивый город Панурама 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 Прекрасно Тебя он тоже возьмет Попытаться ловность Идите сюда Залезайте сюда Извините, другое место занятес шампанским Играет музыка Играет музыка Ящик пива Нет, я не могу этого принять Кролик Какой милый Вот это сувенир До свидания До свидания Всего хорошего Подождите Возьмите меня с собой Все будет хорошо Чего не бывает Моя отстал от мой корабль Был пассажиром Посадили в Мурманске Высадили в Астрахани Понятно? Это был Кур Четыре месяца занял Я имею жену И есть замодиректор рыбозавода Нам надо обратно Разве нам Если бы все директоры Выглядели как морские офицеры Я бы тоже захотела быть Замодиректор отчаянного колхоза Поедете на поезде До следующей станции Будет много времени Сходим на свадьбу Моей сестры У нас будет фантастика Моей сестры Моей сестры Моей сестры Будьте здоровы! 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 Быть здоровы! Вы с такой уверенностью, утверждали, что корабль причалит Сухуми! Ну так нам сказал гид. А теперь мы снова на мели. Ничего не остается, как ехать дальше. В Сочи. А если корабль и там не встанет? Встанет. Уверяю тебя. Ох, если бы я был один и наслаждался покоем. Я думала, ты наслаждаешься тем, что теперь ты со мной. Попробуй, дорогая, пожалуйста. Нет денег? Да без денег ты не ешь, а для других. Очень прошу. Пожалуйста, дорогой. Спасибо большое. Пожалуйста, кушайте нахоруя. А вот курицы, горячие курицы, жареные курицы, вкусные курицы. Э, вставай, вставай. Ну, вставай, говорю тебе. Ну? Ну, порт Сухуми. Время, опоздаешь же ты. Ну? Мой корабль. Мой корабль. Мой корабль. Свершилось. Я догнал его. Большой привет везде и жениху. Мне нужно на корабль. Стой, стой, товарищ, стой! Понял. Все будет хорошо. Спасибо. Стой! Сувенир. Сувенир. Игорь, спасибо, intentional! А вот и я Извините, коллега, главный гид Вы понимаете? Я гид тургруппы из Франции Я попал не на тот корабль Сибирь, куда это нас везет таксист? Он покажет нам город КОНЕЦ Как вам понравились мои глоры? Хорошо А теперь будет видно море Как тебя зовут? Тибиля Сибилла Сибилле А, Сибилле Смотри, там уже море видно Теперь мы сделаем остановку и покушаем что-нибудь Сибирь Спешим, спешим, господа Мы снова в самом конце Поторопимся, друзья Я буду вашим видом Не стой столбом, а заходи Но Речь идет о коллективной экскурсии Все должны принимать участие А куда едем? А в каком это месте? Беспонатие А вы хороший гид Пожалуйста, садитесь уже Я забыл ваше имя Итак, быстрее, быстрее, быстрее садимся Едем прямо в Сочи Сочи Вещи можно было и в отеле оставить Кого-то не хватает? Да нет, один лишний Не понимаю Знаете, я тут замещаю коллегу В качестве гида А где мы сейчас, товарищ гид? Если бы я знал Но вы должны знать Вы же гид Ах, оставьте уже вы эти вопросы Дорогая дама Он хоть и закончил институт Он тоже простой человек А вы его допрашиваете Это не очень любезная, дорогая дама Благодарю, коллега Именно так я и хотел сказать Я тоже Это кушанье Мама лига Да, едет его рукой Вкусно, очень, очень Вот, бери руками Так, возьми вот так Вот Ну И Ох, очень хорошо Национальное блюдо Тебе это вкусно, а? Сибила А ты ему сказала Что денег у нас нет Естественно Надо было лучше учить русский язык в школе Лично я очень хорошо понимаю Ну, малыга, хорошо? Да А мясо лучше? Пожалуйста, кусочек мяса Надо дальше ехать, дитя мое Еще немного Он такой милый И кроме того Я знаю Нет денег Можешь не показывать И так понятно Что товарищ подумает о тебе Он ревнует Спасибо Это было так чудесно Я сразу приду До свидания Всего хорошего До свидания Счастливо Ты мог бы и попрощаться Ты это сделала Лучше не придумаешь Это просто германо-советская дружба Это же в нужную сторону Тогда едем с ними Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Двадцать один Двадцать два Странно Теперь на два больше А тот с вещами где-то бродит Стой! Жажда Хуже тоске по дому А так много воды Двадцать два Умм Ммм Ммм Чего ты хочешь, собака? Беги к своему хозяину, собака Не я твой хозяин, собака Мне и угостить тебя нечем Давай, уходи Просто не оборачивайся, и он отстанет Ты хорошая собака Спасибо тебе Поезд здесь останавливается Ах, сердце мое разбито Прощай, собака Я поеду на нем Субтитры создавал DimaTorzok Какой осел этот гид Может мы его неправильно поняли Может они не собирались в Гагры Я и сам не ожидал, что окажемся в этом месте И насколько мы отклонились от курса Минимум на 50 километров Нам надо вернуться к морю Хотя бы искупаться разочек Черт побери, у меня нет плавок И у меня тоже нет ничего Какая жалость Если бы я знала Граждане, предъявите свои билеты Назми, пожалуйста Благодарю Ваш билет Девушка Так вот, почесало Ваш билет Спасибо Так, ваш билет Благодарю Ваш билет Минуточку Подождите Пожалуйста Пожалуйста Ваш билет Чей собака Стой, куда ж ты, куда ж ты Стой, тебе говорят Станция Санапира Приготовиться к выходу Не верится Неужели ты Просто так ехать Ты знал, что у меня нет билета Здорово придумал Браво, собака Классно здесь, правда? Да Но надо вернуться и ехать дальше Ой, боже, ты мой Не хочешь, но нужно выходить Ошибочка вышла, товарищи Я не молодой орел, стремящийся в горы Вы меня неправильно поняли Вверх и вниз я имел в виду корабль, а не коня И куда вы вообще едете? Куда? Кто был этот джигит? Этого не может быть Ты уверен, что здесь надо спускаться? Конечно Вон за той горой мы снова выйдем на дорогу Но там же стройка Ну вот, где стройка, там есть люди Стоит Продолжение следует... Здесь будет плотина Пока ничего не видно, но скоро появятся Реку отведут в другое русло Потом в горе проделают штольни Построят дорогу А какой высоты плотина? 270 метров Вон до туда Много воды будет перед плотиной А да, полтора миллиарда кубометров Гидроэлектростанция будет вырабатывать 2 миллиона киловатт в час Черт побери Если снова приедете Через пару лет Здесь будет огромное озеро шириной 25 километров О, я бы с радостью поплавала Сначала нам надо вернуться на корабль Догоним ваш корабль в Сочи Сейчас я отвезу вас в наш лагерь Скорость омнеет и наш папа Серафим даст вам место, где переночевать Что будем делать, собака Дальше пойдем или вернемся Поднимемся на гору или спустимся Да там же стройка Где строят там люди Где люди там люди Идем, собака Это ваша постель Здесь всегда спал мой сын Павел Он сейчас в Ленинграде учится Спокойной ночи Приятных вам снов А кровать-то одна Лучше одна кровать, чем никакой кровати Идем Смоемся отсюда Правильная погода для прогулки Не саботируй русское гостеприимство Мы очень не обидим этих милых людей Оставайся, а то снова заблудимся Папа Серафим отвезет нас завтра в Сочи Да, ну как Что ты собралась делать? Ложиться в кровать Ведь поздно уже Ну Ты всю ночь будешь стоять Нет И чего ты там делаешь? Чего ты там делаешь? Я сплю Так нельзя спать Можно, можно Не будь смешон, иди сюда Или ты боишься? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ты уже спишь Да, да Ронни Готова поспорить, ты бы лучше с Хелленой лежал Нет Засыпай уже А если я не могу? Представь себе тысячу овец И что они подпрыгивают Все вместе? Нет По одной Да А теперь считай Одна Дальше Одна Считай Овец много Но я вижу только одну Извините, пожалуйста Что немножко помешал Смотрите, какая панорама Какое синее море Да-да Надеюсь, что наш корабль еще стоит в Сочи В Сочи и сейчас будет Сочи и сейчас будет Сочи и сейчас будет Надеюсь, что мы не упустим Наш корабль Должно быть, он давно стоит в Гавне Как же это называется? Как по-русски будет Гавань Порт Это порт Должно быть, это порт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас же будем петь Йодль Вы не поверите, но я из-за этого и вернулся Я только этого и хотел Где вы отстали от корабля? На причале в Батуми Вы думаете, я такой пьяный, что мне можно сказки рассказывать? Да я на самом деле там остался Я ехал по горам, по степям Куртик Зачем вы так врете? Сейчас будем петь Йодль Йодля? Да, Йодль Дамы уже ждут Ах, ребенок Почему ты возвращаешься так поздно? Лучшую часть вечера мы уже пропустили Они даже не заметили, что нас не было А вот и мы Прекрасные дамы и уважаемые господа Тихо-тихо-тихо А сейчас самая красивая часть нашего праздника Три певцов едли Дамы уже ждут О, подне Йодль Губ Yin Зачем вы думаете Зачем вы попадете После дамы Зачем вы попадете Что Sindce Здесь я вас тоже прошу спускаться парами И становиться в группу Фройлайн Вульф Фройлайн Херберт Герри Фраумат Не впечатляет Фройлайн Фюльви Фройлайн Зибенцай Ах, какая была эта поездка Герри Ремус Да Фрау Ремус Сибила Фрау Доктор Мюке Маке Роми Зомер Хелена Кочмирчик Доктор Майер Да Бен Нашломан Вы доктор Как точно Доктор Майер Хирург Надо быть доктором Я Хофман Фройлайн Цабель Тьфу Фрау Хофман Тургруппа из Германии Просим пройти в автобус Отъезд в аэропорт Одессы в 13 часов Выходите Выходите А мы что, уже в Батуми? Нет Мы уже в Одессе Вот так Оставь, Эльфрида Доктор Майер Майер, точно Зина Что скажешь на это? Он смотрит ей в глаза И шепчет Я люблю тебя Бесподобно, милый Ах, милый Какое чудесное свадебное путешествие А когда я буду в вашем городке Ты зайдешь к нам в гости И мама испечет большой пирог с изюмом А папа покажет свою коллекцию марок Малыш, я коллекционирую гвоздики Где мы сейчас, Гергит? Рядом с домом, фрау, доктор Наконец-то вы тоже в курсе До свидания До свидания, Гер-профессор Сибила, да, вот что хочу сказать Если ты не против На неделе я заеду к вам на мамин пирог с изюмом Доверьтесь И все будет хорошо Хорошо, что я вас наконец-то встретил А что? Я забыл заплатить Нет, нет Вы сейчас получите сдачу Но мне же надо обратно Так и быть Или за так довезу Вы едите собаку? Какую? Ах, да Вон она С крыльями, да С какими крыльями? Не-не И не надо Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok